Дорогие друзья, сегодня у меня для вас рецепт очень вкусного хрустящего печенья итальянское бискотти. Его также называют еще контуччи или контучини, традиционно с добавлением миндаля. Этим лакомством обожают похрустеть как взрослые, так и дети. По этому рецепту я пеку уже много лет. Для приготовления нам понадобится 500 грамм белой муки, 180 грамм сахара, 4 крупных или 5 средних или маленьких яиц, в общей массе должно получиться где-то 240-250 грамм, пол чайной ложечки соли, 1 чайная ложка с горкой разрыхлителя, 1 чайная ложка ванильного сахара, ну и конечно же миндаль. Я беру 250 грамм очищенного от кожицы миндаля, 50 грамм из которых я перемалываю в кофемолке, ну практически в муку. Очищенный от кожицы я предпочитаю цельному миндалю, потому что цельный миндаль потом при нарезке печенья откалывается, а очищенный от кожицы хорошо прилипает. В глубокую миску насыпаем перемолотый миндаль, добавляем 500 грамм муки, следом ванильный сахар, разрыхлитель и соль и хорошо перемешиваем. Вбиваем яйца, всыпаем сахар. Все продукты тщательно перемешиваем. Поскольку тесто получается очень липким, заканчиваем смешивание ингредиентов рукой и когда уже все соединено, можно добавить необжаренный миндаль. Орехи стараемся распределить более-менее равномерно по тесту. Не очень удобно, потому что очень липкая, но на это не уходит много времени. В зависимости от муки или размера яиц, тесто может получиться суховатым. Можно добавить одну-две столовые ложки воды. Как только все слепили в единый ком, выкладываем тесто на слегка припленную мукой рабочую поверхность и делим на четыре равные части. На подпыл нужно совсем мало муки и тесто совершенно не липкое тогда. Из каждой части теста будем формовать длинную колбаску. Можно ее вылепить вот таким образом вручную. Но, в общем-то, в муке тесто становится очень податливым, так что можно раскатать. Тогда формовка получается ровнее и аккуратнее. Хотя, в общем-то, для этого печенья это не имеет никакого значения. Очень важно приплюснуть колбаску. Поскольку заготовка хорошо подымается при выпечке, сформовать ее нужно именно низкой. Все четыре заготовки укладываем на пергаментную бумагу на противень. Я иногда немного подравниваю заготовки, формуя уголочки в соответствии с углом последующего нарезания. Ну, а моя Лорен не упустила возможности отщепнуть и здесь кусочек сладкого теста. Заготовки отправляем на выпечку в разогретую до 180 градусов Цельсия духовку. Печем до легкого золотистого цвета. В моей духовке это заняло примерно 40 минут. В общем, это характерная особенность итальянского бискотти, что печенье это поступает в духовку дважды. Вначале для выпечки заготовок, а второй раз после нарезания. И поскольку заготовка при остывании становится довольно хрупкой и рассыпчатой, делюсь с вами своим лайфхаком. Как только заготовки испеклись, то есть примерно через 40 минут после начала выпечки, я начинаю их доставать по одной штуке и нарезаю ровно или по диагонали ножом с зубчиками, ну или простым острым ножом. При этом каждую нарезаемую заготовку я укрываю полотенцем, чтобы она медленнее остывала, иначе она становится очень крохкой. Ну и держу, конечно, ее пекарской рукавицы, поскольку она горячая. Получаются вот такие ровные печенья. Мы любим тонкие, потому я нарезаю 3-4 миллиметра толщиной. Можно нарезать полсантиметра или немного толще. Таким образом по очереди нарезаем каждую заготовку. Можно нарезать по диагонали или поперек, но и регулировать толщину на свой вкус. На нарезание каждой заготовки уходит буквально одна минута, так что можно не волноваться, что остальные заготовки сгорят. Получается просто гора вкусного, пока еще не хрустящего печенья. Выкладываем их на противень и теперь уже во второй раз отправляем подсушиваться и подрумяниваться в духовку. Именно по этой причине мы миндаль предварительно не обжаривали при добавлении в тесто. Он успеет подрумяниться при подсушивании печенья. Всего получается два полных противня стандартной духовки. Отправляем их одновременно в духовку на подсушивание и подрумянивание при температуре 180 градусов Цельсия с конвекцией или без. В духовке печенье проведет еще около 10-15 минут. За это время нужно успеть поменять противни местами, так чтобы печенье равномерно подрумянилось сверху и снизу. Миндаль прекрасно подрумянивается, становится такого бежевого, приятного оттенка, как и само печенье. Печенье нужно дать полностью остыть на столе, затем сложить в герметичный контейнер и хранить в закрытом виде. Ну или в красивой хрустальной вазе на столе, как у меня. Правда, тогда оно очень быстро съедается. Ну а к чаю гостям я подаю вот в такой красивой соломенной корзинке. Вообще, в Италии принято подавать такое печенье к чашечке эспрессо или капучино, ну или чая. А поначалу вообще подавали к десертному вину после обеда. Детям нравится очень макать это печенье в молоко или какао, ну или чай. Смачно? Так. А наша собака пока не выпросит кусочек, не успокоится. Моня должна участвовать в кадре. Надеюсь, вам понравился рецепт этого вкусного, традиционного итальянского печенья. Пеките по этому рецепту смело и с удовольствием. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, если понравился видео рецепт. И пишите ваши вопросы или впечатления от выпечки в комментариях. Я всегда отвечаю. Ну и на этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода Продолжение следует...